Доброго дня, дорогие прекрасные! Так, присоединяемся на стрим. Привет, привет! Девчата, привет! Привет, вижу вас! Привет, Маша, привет! Привет, Маша! Так, вижу еще остальных девочек уведомлений. Пошли, да, значит, я в эфире. Привет, с вами Назайцева и мой магазин «Чистого питания» всех с масленицей. Это начало, конечно же, весны, провода зимы. И прежде всего это блины. Поэтому сегодня я попробую вас удивить. Если вы еще не успели прочитать рецепты, 7 оригинальных рецептов, которые я давала на масленичную неделю, испробованных лично здесь, на моей кухне. Все очень вкусные, есть оригинальные, сладкие, соленые. Давайте, заходите, заходите ко мне на маслицу, к нам на блины. Сегодня я еще раз напомню, как получить хорошую, глубокую, такую вкусную скидку. И удивлю вас попробовать двумя рецептами. Один очень вкусный, полезный. И вы можете делать с этим пирогом, он называется киш. Вы можете делать любые начинки, в том числе и уже завтра пост. Там постные начинки, веганские. То есть можно экспериментировать. Очень классно его брать с собой. И мы начнем сегодня именно из безглютеновой муки, сделаем основу. И, конечно же, испечем блинчики, которые такой русский, оригинальный рецепт. Из коноконопляной муки, с русской водкой. Все как положено, сытные. Самое главное, вот любовь к нутрициологам, к этим блинчикам, они очень глубоко, высоко питательны, обладают высоко нутритивной, высоко питательной ценностью. В них очень много витаминов. Конопляная мука обладает потрясающим аминокислотным составом, который полноценно заменит кусок хорошего мяса. Всем добрый вечер с икрой. Маша требует блинчики с икрой. Икра у нас есть суперская, веганская. И я ее научу готовить вас уже как раз, когда будет пост, буквально на следующей неделе. Очень классно. У нас есть оригинальный рецепт. Всех приветствую. Светлана, Карпова, Елена. Всем добрый вечер. Елена Юрченко, да, девчонки все здесь, Надежда Покровская. Я уже вдох видела, кого, кто с завтрашнего дня присоединяется к нашему бесплатному марафону снижения веса. Твое идеальное тело. Ждем нашу звезду Александрову. И готовим, и готовим, и готовим для вас кое-что особенное, да, получив вашу обратную спясь. Если на груди у меня желтое пятно тут какое-то, то это были мехенди. Здесь сегодня была красивая фотосессия в индийском стиле, вот, и поэтому, может быть, остаться вот рисунок цветка жизни здесь на груди. Вот, это отступление, да. Так вот, блинчики, да, с масленицей всех. Простите нас в прощенном воскресенье, и я надеюсь, вы уже вспомнили про, поговорили с близкими, да, все хорошо, и мы можем встретить весну с чистой душой, так скажем, да. Ну, вообще, прощенное воскресенье, потому что заговение на пост у нас, да, идет, и все-таки все ходили в храм, и исповедовались, и просили все-таки прощения у Бога, да. Ну, о вере говорить в прямом эфире как бы не у всех свои видения на этот счет, поэтому здесь, наверное, неуместно. Поэтому я напоминаю, вот она у меня на ладошке, сейчас я вот так поставлю, вон она, моя мука, да. То есть в моем магазине есть полное-полное направление, полное направление муки, которую делают на Алтае, да, это безглютеновая мука, молит специально зерна там, да, это конопляная мука, очень ценная, это марантовая мука, это нутовая мука, это мука с зеленой гречки, всеми наша любимая, которая больше всего похожа на пшеничную муку. Пока мы с вами будем делать тесто и ждать его, я расскажу вам, почему, что такое глютен, да, немного, немножко погружу, зачем можно, нужно ли бояться глютена, почему пшеничная мука, белая, раньше мы ели этот хлеб, сейчас это сделать не стоит. Немного погружу вас вот в этот, ой, сколько нас много, спасибо, Тамара, привет, да, Светлана Карпова, привет. И это, значит, сегодня блины с конопляной муки, с форелью, и такой заправкой есть там, немного будет, очень сытный, да, и второй рецепт, это киш, тоже он будет с начинкой из индейки, можно добавлять цукини, можно, ну, то есть, с начинкой такой сытный, тоже соленый. Сладких блинов сегодня не будет, вот, ну, как все любят с творогом, там тоже в статье с рецептами есть, да, вот, всем привет. Значит, я поворачиваю, спасибо, я рада, что вас так много, сейчас, чтобы просто нужно тесто выдержать, и для киши, и для блинов тесто придется выдержать, да, поэтому начнем мы сначала с вами с, для киша, смотрите, тесто готовится следующим образом, сейчас я буду вот так поворачивать потихоньку, да, камеру. Так, нам нужно с вами, значит, смешать муку, у меня мука из зеленой гречки здесь, и мука конопляная, вот так выглядит, да, в магазине это вот в таких вот пакетиках, мешочках есть 250 грамм и 50 грамм, очень вкусная натуральная мука, пробовали на ней хлеб делать на закваске, все получается, да, то есть, вам нужно смешать 100 грамм, тут, по-моему, ну, 2 к 1 примерно мешается по, или это для блинов, я подожду все, наверное, нет, это для блинов, стоп, так, здесь это, короче, для блинов, сейчас будем делать блин. Для киша, для киша нам нужно использовать, мы можем с вами льеную муку и, так, отошла я, сейчас я здесь, мы можем использовать и льеную муку и конопляную будем, использую, но то же самое примерно. Так, там для киша где-то 100 грамм муки у нас пойдет в конопляную. Сейчас мы его смешаем. Так, 100 грамм конопляной муки. Можно использовать, мы делали в клубе стройняшек с льняной мукой, тоже очень классно вкусно получается. То есть 2 к 1, и добавлю я тоже сюда муку с зеленой блинчиками, и сюда можно кокосовую муку. Из кокосовой муки получаются очень крутые сладкие блинчики. Она дает каждому изделию тонкий аромат, и ее очень можно спокойно сочетать с молочкой. Если, например, крупы с глютеном вместе с молочкой дают, когда вы смешиваете с кефиром, когда вы варите кашу на молоке, образуется соединение такое, которое нашим кишечникам не переваривается. И такое образует соединение, и все это уходит, к сожалению, в бока, в целлюлит. То есть поэтому лучше. Значит, я смешала муку конопляную вместе с кокосовой, немного муки добавила. Где-то 100 грамм и 70, вот так примерно, вот в таком соотношении. Сюда я добавлю, значит, сюда мы добавим с вами растопленное сливочное масло, да. То есть еще, например, конопляная мука, в ней, значит, в ней у нас 29 граммов белка, она одна из самых лидеров по белку, да, и 7 граммов жира. То есть спокойно можно смешивать и мало углеводов там, да, можно смешивать с растопленным сливочным маслом, здесь 150 грамм. Сюда прям я заливаю, вот сюда заливаю в муку, и здесь еще пойдет 2 желтка. 2 желтка без белка, надо белки отмельцать, так, вот эти сташки. Именно когда мы замешиваем тесто для такого пирога киша. То есть это пирог с начинкой, его можно делать с любыми начинками. Та же самая, то есть вы просто заменяете, когда, например, вам нельзя животный белок, вы заменяете на растительное масло, да, на кокосовое, может быть, масло заменить, на льняное, на льняное, наверное, не будет не очень, но, значит, сюда вбиваю 2 желтка, немножко я сюда добавлю для киша, я сюда добавлю еще соль, да, соль, гималайскую розовую соль. Да, там уже есть в моем магазине, смотрите, сейчас, так, надеюсь, что у меня видно. Маша рецепт спрашивает, будет в конце? Рецепт уже есть сейчас, рецепт есть сейчас прям в рассылке, если ты не подписана на рассылку, рецепт я высылала в статье. Она есть вот сейчас в предыдущем посте, там статья 7 оригинальных рецептов. Да, все будет уже, уже, уже готово, конечно, можешь уже смотреть даже. И, значит, все, здесь нужно это все смешать, да, лучше мука, чтобы, конечно, была это просеянная чуть-чуть. Так, так, и оно довольно такое получится вот, такое густое. Все это мы смешиваем, так, да-да-да, все смешиваем. Наталья Кожна, привет, Наталья Милованкина, привет. Как вот, да, сегодня нас много. Вот оно такое, довольно, будем, такой комочком, то есть вы его должны смешать. Дальше завернуть в пленочку и убрать в холодильник на 20 минут, мы с вами его уберем. Вот, и это основа будет такого, для пирога такого у нас, да. Сейчас. Он чем-то, кстати, напоминает для любителей пиццы вот такой истории, да, он напоминает. У меня темная, из-за того, что конопляная мука темная, льняная тоже будет темновато, да. Вот, вы можете, все, ее надо просто тщательно вот так вот смешать и переложить ее сейчас в, и убрать ее в морозилку. То есть это, знаете, такое тесто, мы потом это будем подсушивать на сковородке, тесто в духовке, основу, да. Это такое, типа, песочного, на вкус будет такого песочного теста, но он выходит как хорошая такая основа, да. Вот она у меня, главное, чтобы теперь она склеилась сейчас. Вот, уже видно, что она клеится. Все, я ее убираю в холодное место на 20 минут. Ну, значит, сейчас засеку, 10 минут вот уже проболтала. Все, вот такая лепешечка у меня, она уходит в морозилку, да. Так, уходит в морозилку. Так, в холодильник, в холодильник на 20 минут. Это мы сделали основу для киша. Сейчас попробуем выпекать, значит, блинчики, да, будем выпекать блинчики. Я прям даже буду выпекать вот в этой же сковородке. Значит, дальше у нас, что с вами? Дальше у нас с вами будет конопляные блинчики. Здесь, как я уже говорила, мы смешиваем, пополам смешиваем, да-да-да, смешиваем муку с зеленой гречки, да, очень похоже на обычную пшеничную муку, цвет прям, дети не отличили. То есть, вот, съели, как будто это пшеничные блины, вот. Я также с кокосовым сахаром, то есть старшему, в кофе, там, или в чай добавляю кокосовый сахар, и не говорю, и он даже уже, знаете ли, не замечает. Вот, но кокосовый сахар более натуральный, меньше у него в два раза гликемический индекс, и, конечно же, он более биологически чистым, экологически чистым способом добывается. Так, значит, смешала два вида муки для блинов. Дальше нужно сюда добавить, так как нет глютена, мы добавляем 300 мл кефира, 250 кефир, да, лучше кефир, но у меня тут кислое молоко, вот сюда его добавляю, прям смешиваю. И в отдельную емкость я сейчас, сейчас я, значит, в билку найду, так, еще два яйца, уже два яйца смешаю, значит, с сахаром. Сюда немножко нужно сахара, буквально чайную ложку кокосового сахара, вот я его вспомнила. Кокосовый сахар у меня первая цена, смотрите, я поменяла упаковку, ну, была такая крафтовая, сейчас вот такая цена очень классная, там 160 рублей, по-моему, за 100 грамм, да, то есть 160 рублей сейчас, какая цена кокосового сахара. Наташа, Наташа Орлова, привет, недавно залюбовалась вашими фотографиями, как бы у нас снизили вес, значит, здесь, все, кокосовый сахар взбиваю, вот, я надеюсь, видно, что я тут делаю, а то я взбиваю с яйцами, чуть-чуть сюда, да, сейчас, сейчас, буду полотенцем пользоваться, все, значит, сюда, значит, взбиваю, да, кстати, свет получит, здесь-то уже не очень хорошо видно, сейчас, так, ага, все, значит, взбиваю яйца с сахаром и сюда же добавляю, сюда же, в эту смесь, все, я аккуратно, сейчас все перемешиваю, и опять, это нужно будет, сейчас все перемешаю, мне вчера, почему конопляные, вот блинчики сегодня я решила с форелью и с вчера в чат тоже прислали, что приготовили по моему рецепту, да, и очень вкусно получилось, и они тонкие, кстати, потому что мы сейчас добавим кефир, да, то есть вот такая примерно мука, у нас получается такая, так густая сметана, без комочков, все перемешала, и горячей воды сейчас сюда добавим, так, как раз ваше позвонение, яйца, все, сейчас вот так перемешиваю, и буквально сейчас еще 100 миллилитров сюда воды добавлю, Маша Комарова, привет, 100 лет тебя не видно, вот, где-то пропадаешь, вот, так, на работе, наверное, всегда, так, все, закипела вода, сейчас 100 буквально миллилитров сюда воды горячей, все, и вот так еще раз замешаю, все, и нужно убрать на, примерно на 15 минут, пусть она отдохнет, при комнатной температуре, никуда не, никуда не убираем, просто при комнатной температуре, чтобы она отдохнула, всем, кто присоединился, я говорю еще раз, здравствуйте, значит, что хотел сказать по скидкам, сегодня у нас 14, да, завтра 15, завтра последний день можно получить по промокоду BLIN скидку 30% на все товары в моем магазине, то есть, смотрите, там есть товары со скидками, например, как кокосовое масло, 400 миллилитров сейчас стоит 555 рублей, вы нигде не найдете такую цену, можете смотреть на БАД, на БАД, Бабересе, идите, смотрите, то есть, то же самое масло в магазине вот этой фирмы, да, 22 века, у них 1014 рублей на сайте стоит, а у нас 555, вот, откуда такая цена, спросите вы, срок годов все нормально, просто есть большие партии или большая партия, плюс бывают акционные всякие вещи, они для нас тоже делают там акции для своих товиков, так скажем, да, и вот можно ухватить с вами поделиться скидкой. Татьяна Джафарова, да, всем привет, Наталья Петрова, привет, вот, там, кстати, немного такого масла по этой цене, и поставка уже через неделю будет еще одна. Кокосовым маслом хорошо можно смазывать вот им и еду на нем готовить, и можно ухаживать прекрасно, помогает за бровями, ресницами, волосами, то есть, вот, очень классно лечит и восстанавливает структуру волоса, очень классно быстро растут ресницы, вот, если только пользоваться каждый, каждый день не забывать, да, утром-вечером, там, встала, например, помазала, или хотя бы на ночь, если будет это делать, вы скоро, очень скоро увидите результат, вот, поэтому, значит, вам, что еще хотел сказать, да, пишите промокод BLIN, когда вы делаете заказ в корзине, и вам сделают скидку 30% на все товары, но сегодня, вот и завтра, это действует завтра, потому что это было приурочено к Масленице, дальше, там, по промокалендарю пойдут следующие мероприятия, об этом вам, конечно, сообщим, значит, пока наше тесто застывает, расскажу вам про муку, так, расскажу про муку, и потом уже тогда приступим к начинкам, буквально еще немного, значит, что касается муки, мука, которая пшеничная, почему ее так все, так, это больно, да, диетологов, мудроциологов, потому что, значит, в этой муке, она была до нашей бабушки с вами, до войны даже, да, по-моему, до 50-х даже, до, точно сейчас не могу сказать, до 50, ну, примерно вот так, то есть пока селекционно не вывели такую пшеницу, которая стала содержать в 7 раз больше клейковины, 7 раз больше глютена, это было связано, сделано для того, чтобы, ну, больше хлеба делать, да, он был более пышнее, после войны кушать нечего было, поэтому был такой ученый, который делал, отселекционировал эту пшеницу, да, сделал ее, можно сказать, геномодифицированно нельзя спасать, потому что, наверное, это геномодифицированные используются организмы, да, то есть здесь именно селекционным способом было выведено вот это вот пшеница, которая до того, как ели хлеб, там, до этого, он, в принципе, не был такой, такой вредный, так скажем, да, не вредный, а от которого мы набираем, например, вес, вот, и почему цельнозерновая пшеница намного там даже лучше, да, плюс всю пшеницу в основном, чтобы ее выращивать в больших масштабах, ее обрабатывать, конечно, пестицидами, вот, то есть большими, ну, земля, конечно, обработана, и пшеницу тоже обрабатывают. Дальше глютен. В глютене, как сейчас там раскручено, да, что прям много диет вот этих безглютеновых, всех таких историй, что там ничего, в принципе, страшного нет. Если у вас нет такого заболевания, целикиамили, по-моему, очень, на букву овцы, точно сейчас не выговорю, то есть это непереносимость глютена, и она встречается там у 10% населения Земли, вот. Единственное пожелание, да, как медициолога, обращение к вам, и я использую такую систему, как бы неполное исключение глютена, то есть овсянку тоже иногда очень полезно, очень вкусно, и для кишечника супер съесть, да, для микрофлоры. То же самое там какой-то ржаной хлеб там, да, ржаной, это очень полезно, содержит витамины группы В, рис тот же самый, да, прекрасная еда. Но единственное, что, единственный момент, используйте это в лоу, то есть в небольшом количестве, как и молочку, то есть молочка тоже хорошая молочка, ферментированная молочка, фермерская молочка, да, окей, это классные, пробиотики, пробиотики 10% это будет здорово, да, 10% от 20% от вашего рациона, но не больше, то есть не каждый день там, да, плюс очень часто на молочку, очень часто у большинства людей есть непереносимость. Глютеном более так вот, по, более, меньше, меньше, но вот боль диетологов, это особенно если есть вот на лице высыпания, акне, вот эти, да, истории, то есть вы к любому пойдете диетологу, к любому врачу-дерматологу, и он вам сразу исключит молочку первым делом, и пропишет там цинк, например, пить, да, то есть вот здесь, смотрите, это просто неусвоение, потому что до 7 лет в каждом ребенке, да, в организме, да, до 7 лет в человеческом организме есть специальный фермент, который сбраживает вот этот молочный сахар, лактозу, да, и он выделяется, потому что, ну, как бы от материнского молока вот этот переход, после 7 лет это выделение этого фермента снижается, снижается, и особенно к пожилому возрасту, в основном у всех людей есть вот эта непереносимость молочки, вот, поэтому очень часто, когда на наших программах снижение веса, модельная, я практикум новой этой, буквально на 10-14 дней попробуйте исключить молочку и орехи часто, вот, на орехи аллергия, и глютен из питания, и посмотрите, если у вас не уходил, например, вес, он просто начинает слетать, то есть можно сделать такой сейчас, особенно пост, например, да, и вот это была неделя без мяса у православных, да, у христиан, то следующие, со следующей вот и до конца мая 2 месяца они едят тоже молочку, не употребляют, потому что она все-таки образует слизь, а сейчас она, как бы, нам не нужна, нужно дать организму отдохнуть, вот, поэтому, да, поэтому спасибо большое за внимание, мотайте на ос, у нас уже, наверное, готово тесто для киша, пока блинчики там еще постоят, как раз минут 10 прошло, я сделаю, я сделаю начинку для блинчиков, значит, для начинки для блинчиков вам понадобится, вот, кстати, сметана тут немного, да, сливочный творожный сыр, который сделан своими руками, мы будем использовать форель, немного форели, и здесь, так как это русский рецепт, да, в блинчиках у нас будет хрен обязательно, ему просто нужно 2 чайные ложки смешать с, 2 чайные ложки нужно будет смешать с хрена, да, хрен, кстати, удивительная вещь, доказано уже, есть исследование на некоторые продукты по титрум вируса, да, вот, всем известного, значит, хрен, вот, настойка из хрена отличная и для профилактики, и для лечения вот этих вирусных инфекций, особенно верхних дыхательных путей, да, вот, этот хрен, это русский ответ наш к имбирю, да, дорогостой, до дорогому имбирю, то есть можно использовать хрен для профилактики вирусных заболеваний, а также хорошо, очень классно работает зеленый чай, очень классно работает черная рябина, и убивает до 90, вот, сок рябины и гранат, да, до 99,9% титров вирусов убивает, значит, Светлана, всем привет, да, кто присоединился, Виолетта, Виолетта. Все, здесь просто немножко соли, творожный сыр, немного сметаны и 2 чайные ложки хрена, ими мы будем смазывать блинчики из конопляной муки, значит, тогда испечем. И вы можете сделать подушку из авокадо и, значит, лимона, да, но не обязательно, на ваше усмотрение, я просто половиночку авокадо размяла немножко с оливковым маслом, и здесь, значит, перец и вилочкой все это, и лимон, да, вилочкой все это размешала, можно в блендере и будем смазывать тарелочку, сверху класть блинчик, сверху смазывать сливочным сыром, туда форельку выкладывать, сейчас будем делать. Вот это просто начинки, которые приготовлены, да, то есть это больше такое для украшения и для того, чтобы сделать такую палитру вкусов, да. Что касается киша, в киш для, значит, вы можете использовать любые начинки, например, грибы с луком, там, это может быть с сыром, да, у меня здесь потертый сыр с улугуни, у меня будет немножко фисташек, это могут быть кедровые орешки, очень классно, и это может быть филе индейки, вот у меня филе, прям индейки сырое, я порезала кубиками, и сейчас это будет начинка, и сливки сюда пойдут, это будет начинка для пирога, вот. Значит, достаем тесто для киша, да, из-за морозилки, из-за морозилки, оно такое довольно получается, вот оно уже такое тверденькое, да, вот, мы его должны, значит, раскатать, сейчас мы его раскатаем, и примерно 7 сантиметров будет у нас, 7 сантиметров, у нас будет такая прослоечка, да, значит, я буду выпекать, например, на сковородке, то есть я беру сковородку, смазываю ее кокосовым маслом, смотрите, 555 рублей, пока только у меня в магазине такая цена, вот, значит, смазываем ее, можно ручками, можно, можно ручками, так вкуснее, да, не могу открыть лопаточкой, что-то лопаточкой, ладно, буду ручками замазать, значит, просто руками, значит, смазываем сковородку, да, и сюда у нас вот это тесто пойдет, его можно раскатать, его можно раскатать, значит, на, здесь, ну, так, так, видно или нет, его можно раскатать здесь на, ну, я могу, я вот в прошлый раз делала прямо на сковородке, то есть нужно будет выложить это тесто, сейчас, сейчас, да, его сейчас чуть-чуть раскатаю, и потом я его выложу прямо вот на сковородку, вот так оно, видите, так, оно будет такое слегка, вот такое рассыпчатое, вот, да, здесь коколочки получились, сейчас, на сковородке тоже очень замечательно получается, сейчас я его, значит, я его просто вот таким примерно, чтобы не было комочков, я бы сейчас, то есть нам нужно сделать форму, то есть это такая вот формочка будет у нас, примерно, да, толщина где-то 7 миллиметров, если комочками, вот у меня сейчас комочками получается, но, вот не волнуйтесь, вот реально, оно подсохнет в духовке и будет прямо иметь форму пирога, вот. Сейчас, сейчас. Армин и Бах, лепёшка, да, напоминает вам, ну, то, о чём вы думаете, наверное, вам то и приходит в голову, да, ну, то есть что у человека на языке, то у него и в сердце, и в голове, вот. Поэтому у нас будет вкусная, вкусная русская конопляная, киш на конопляной муке, так что вот так, и русские блинчики. Так, сейчас. Сейчас, сейчас. Да, нужно краешки вот так вот загибать, да, краешки загибать, да, оно становится тесто, такое, знаете, вот в процессе у меня, пластичное, вот. И оно будет по вкусу, по консистенции, оно не будет пластичным, оно будет песочным, то есть песочным, да, вот, оно будет на песочном таком тесте. И вот почему я люблю сковородку использовать для этого рецепта, потому что вы сюда потом и начинку положите. Единственное, что старайтесь равномерно распределить, поэтому я буду так долго, чуть-чуть. Да. Вот так, примерно. Всё, и всю эту лепёшку надо будет... Лепёшку, эту лепёшку нужно будет на 10, сейчас, да, 10, где-то 12 минут, примерно, да, мы её сейчас, я краешки выровняю, и мы её убираем с вами в, с вами убираем её в духовку. Всё, можно выпекать, вот она, видите, такая вот ровненькая, вот такая вот получается, вот. Из литой муки она будет тоже тёмная, но так как это пирог, да, это будет очень вкусно, вот есть люди, которые это уже пробовали, да. Вот, значит, всё, я убираю в духовку, так, ставлю, значит, выпекать, так, на градусов, 190 поставлю, на где-то 12 минут, 13-12 слоев. Всё, значит, теперь погнали по блинчикам. Всё, сейчас уберу. Значит, на что? Всё, киш отправили. Вот этот вот киш вы будете готовить, вот, ну, я свою стряпню буду кушать вместе со своей семьёй, со своими детьми, вот, поэтому, да, могу вас угостить, если хотите. Нужно одевать перчатки, когда готовишь еду. Александр Кузнецов, я непрофессиональный повар, я нутрициолог, вот, считаю, что чем через моё, через моё, значит, мои ладони передаётся любовь в моё сердце, в ту еду, которую я готовлю, вот. А посуду, я посуду мою, это у меня посудомойка, мой дорогой, так что я своими ручками посуду не мою. Ладно, мальчики, если вы хотите, ну, побыть на кулинарном стриме, то прошу вас, очень мне радуют ваши, ваши комментарии, да. Значит, в следующий у нас поехали к печём блины. Так, чтобы посуда не раздражала некоторых людей, вот, это просто во время стрима такое происходит. Значит, вон она наша сковородка. А блинчики, вот, наше тесто уже здесь подошло. Сюда сейчас, сейчас парни, пусть будет, больше всех сейчас выглудятся парни, потому что мы добавляем в тесто 20 грамм водочки. У меня здесь водочка, 20, примерно, грамм. Вот, сюда добавляем прям муку, с картофеляную. А дальше мы добавим сюда, с вами, сюда соль пойдёт опять, то, что с сахаром мы уже делали, да. Вот. Дальше, дальше, дальше у нас разрыхлитель теста. Разрыхлитель теста. Ну, Александр пишет, что женщины нынче обленились. Ну, вы знаете, Александр, я могу про мужчин сказать то же самое. Вы же дрова не рубите мне, вот, на этот, чтобы моя духовка работала. Вот. Можете добавить немножко чайную ложку соты или пекарский порошок сюда, перед прям приготовлением блинов. Так, и у нас где-то было ещё немножко масла, сейчас, сюда. Так, и смазываю сковородкой немножко маслом. Сейчас. А когда печёте блины, я там лайфхаки тоже подписала, да, Вы можете, самое главное, хорошо разогреть духовую сковородку перед первым блином, да. И лучше, если вы будете использовать самую большую, самую большую будете использовать, самую большую комфорку, и она тогда равномерно прогреется, да, и будет хорошо выпекаться блинчики. Так, сейчас пошла блин и печь. Смотрите, мужчинам всё-таки интересно, они не уходят. Так. Нужно большую... Сейчас я соберу волосы, чтобы вас не нервировать. Перчатки одевать не буду. Сейчас. Мне нужен большой вот половник. Сейчас. Мы справимся. Всё, я первый блинчик сейчас пробую. Угу. Так, ну вот, равномерно распределяйте блинчик по сковороде. Он будет вот такой, ажурный. Вот. Если кому-то цвет не нравится, могут не смотреть. Да-да-да. Да. Вот. Слушайте, если вам что-то не нравится, вы можете не смотреть. У нас кулинарный стрим, и помощников у меня здесь нет, мои дорогие. Вот. Всё, они там уже пошли. Всё, мальчики, достаточно внимания, я буду продолжать, значит, свой стрим. Чтобы не пригорел длины. Так, поехали дальше. Здесь у нас... Чем будем подворачивать опять? Здесь у меня сейчас это не хватит штука. Ох-ох-ох. Так, так... Так, ага... Ну, всё-таки нужно достать моё... Распособление? Я перевернула блинчик Перевернула блинчик Дальше у нас киш будет скоро готов И мы туда загрузим начинку Да, Роман, я пыталась найти половник Да, да, да Все, сейчас Один блинчик у нас уже готов Это блинчики из конопляной муки Поэтому у них будет такой цвет Вы можете делать из нутовой муки Но у них будет такой Из нутовой муки гороховый такой вкус Вот, поэтому здесь будет Слушайте, давайте Как они называются? Хейтеры, да? Они портят реально настроение, вот, своего добиваются Вот Да Да, да, да И они такие внимательные Все, девочки, сейчас Дальше Верните девочки ко мне Я сюда буду еще Укладываю блинчик Пусть еще чуть-чуть подсохнет Девочки, если у вас есть ко мне вопросы, можете задавать Вот Можете задавать Рецепты, да, уже есть в рассылке нашего магазина Чтобы получать рецепты, бонусы, информацию по скидкам Вы можете подписаться на рассылку Там Там написано скидка 10% за первый заказ при подписке на рассылку Вот Украшать мы будем Блинчики Будем с... Возьмем горошек Вы можете взять зеленый горошек Вы можете взять Вы можете взять зеленый горошек И можете взять, значит, горошек Прорастеть сами, да, с помощью технологии микрозелени Которые есть тоже в моем магазине Вот Посуды для действительно здесь есть Мы готовим, поэтому Те мальчики думают, что это какой-то... Что-то мифический какой-то процесс Без посуды И, наверное, никогда не были на кухне Вот У меня целый огород там за моей спиной растет И, значит, там есть разные виды микрозелени Ну, я возьму самые красивые Сегодня у меня вот этот горошек И у меня есть фиолетовый мой... Эм... Эдис, да? Санго Так Все, один блинчик у меня готов Вот, чтобы у вас больше... Уфу, сюда я его выкладываю Довольно, он такой... Получился тонкий, пластичный Ну, это... Девочки, это первый блин, да? Комом с... С комментариями хейтеров, да? Давайте второй делаем Вот Давайте делаем второй Толщину вы можете регулировать В принципе, вот довольно такая пластичная история получается Сейчас я сделаю второй, чтобы уже его начинкой с... Ммм... Вкусно! Очень вкусно, ребят! Может, правда? Вот Теперь я хотела же сделать на подушке все, да? На авокадо, вот На подушке... Тут немножко я добавлю вот сюда, значит, авокадо соуса вот этого, да? Вот сюда немного Немного не по-русски, но это более для того, чтобы получить больше... Больше, значит, питательных веществ, да? Питательных ценностей Вкусных, полезных жиров для красивой кожи Стройной талии, да? Сюда А вот А вот А блинчик смажу сметаной У нас творожный сыр с хреном, да? Вот реально Очень такой Вкусный Новый Оригинальный рецепт Значит, вам Смажу здесь Блинчик Первый даже Хотя, видите, и не комом получился Другой поджаривается Сейчас мы его Побыстрее Вот Вот Все А значит Сюда А значит Здесь я смажу блинчик сметаной, да? Да Дальше у нас Дальше у нас Дальше у нас будет Сюда Ити Сюда идти будет форель Вот сюда положу форель Вот сюда положу форель И свернем И мы будем сворачивать в конвертик Да, я думаю, что вот так вот в конвертик Все Свернем в конвертик И можно Выкладывать Значит Сюда На подушку Сейчас И Можно, кстати Сейчас один Сейчас второй еще Испечем Второй Испечем Так Нужно Нужно Срежу Немножко Зелени Вот Срежу Немножко Зелени Вот Да-да-да Классно Сейчас Поехали дальше Здесь Здесь у нас Покрасим Почти Так И Так 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 Все Старой Девочки Блинчик перевернем Потому Еще Толстоват Делала Да Да С блинмутеновой мукой Немного Сложнее Работать Действительно Как бы Здесь Чем Можно Второй Сейчас Свернем Клинчик И Будет Интересно Сейчас Минутку Да-да-да Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас Ждем Второй Блинчик И уже скоро Будем для киша Начинки сделать Киш Правда Уже Наверное Мы Его Потом Целый час Выпихать Немножко У меня Ломаются краешки Может быть Мало мука Ничего Нормально Второе Тоже В принципе Даже цвет у него Не такой Зеленый Вот Как бы Как мука Была Так Сейчас Киша Я сейчас Достану Посмотрю Что у нас там С Что у нас там С кишом В нем Вилочки Можно сделать Дырочки Чтобы он Еще Подсох Да Нормально Подсыхает Я сейчас Его Еще Не забудьте Девочки Первый раз Забыла Сейчас И Значит Проткнула Девочки Очень вкусно Очень вкусно пахнет Сейчас Его наносить Еще подпишу Пока Пока Второй Блинчик Подсохнет Да 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 Здесь Здесь у нас Полезная еда Стройная Чистое питание Основное Ну как бы Не только Травоядное Вот Александр Если вам еще интересно Вы еще здесь Я думала Вы уже куда-то убежали Что у вас блины смущали То моя Кухня Так В этом Так Значит Здесь у нас Вот Второй блинчик у нас готов Вот такой Ароматный Вкусный Сейчас я его Остужу чуть-чуть И Вы можете Кстати Очень интересно Когда горошком Посыпаешь Эти блинчики Тоже очень интересно Получается Все Я его тоже Смаживаю Вот так Смажу Сметаной Да Вот Сметаной Получается Сюда Вот так Вот таким образом Да Вот так Я его чуть-чуть смажу Сметанкой С хреном Здесь у нас Сюда Можно положить Несколько тоже Веточек Микрозелени Да Несколько веточек Опять можно сюда Завернуть Значит Несколько Рыбинок Сюда Парыли Кусочков Да Вот Можете Прямо уже так есть Можете Завернуть его В конвертик Аккуратненько В трубочку Да Свернуть Выложить его Опять На подушку С Авокадо Сейчас Украсить Опять Зеленью Так Сюда Давайте Когда Приготовили Чтобы Они Были Тепленькие Зайки Спасибо Спасибо Что Что Вы Со С Можете Можете Украсить Горошком Микрозелени Да Микрозелень Тоже Смотрите Хорошее Приложение У нас В нашем Магазине И я хочу Попробовать Сейчас Кусочек Так Вот так Зацеплю чуть-чуть Попробуй кусочек И Попробуем Сейчас Радугу Вкуса Да Сейчас Получится Аккуратно Угу 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 Ммм Вкусно Получается Вкусно И Ммм Правда Очень вкусно Девчонки Попробуйте Переготовьте Замечательно Сочетание И Я даже не съем Вот это количество Сытость Два блина Да Сытости хватит Часов Часов на пять То есть если даже Вы это на завтрак Приготовите Или например Можете даже взять с собой Очень вкусно Ммм Угу Так Что касается Ммм Блинчики мы закончили Смотрите Другие рецепты Там есть сладкие Соленые Очень вкусно мы делали Блинчики с селедкой Но Вкусно Так Сейчас я еще Вот они получились Получается Вот с такой начинкой И здесь у нас Угу Все Поздравляю вас с масленицей Угу Спасибо Всем спасибо Так Сейчас я попробую Достать киш У нас Еще И Угу Вот это уберем 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 Угу Дальше Уберем Достаем От киша От киши У нас Да Этот Опа Уфуфа Уфуфу Уфуфу Уже вот, смотрите, она подрумянилась у нас. Вот эта штучка, да, сама лепешка подрумянилась. Теперь просто вы, пока пусть она остынет, да, чуть-чуть, такая песочная, она довольно, вот. И дальше вы будете допекать ее. Вы просто берете, значит, берете куриную грудку, да, куриную грудку смешиваете, значит, с сыром, да. С сыром, и здесь сюда можно добавить сливки, да, вот, сливки сюда добавляем, перемешиваем. Соль, перец у нас получается, да? Сейчас, прощай, прощай, да. Так, перец, ямалайская розовая соль. Так, ямалайская розовая соль. Так. Все, сейчас мы это все перемешаем. То есть, это начинка. Дальше вы можете сюда, например, добавить, я сюда добавила фисташки, вы можете посыпать ядровые орехи, очень, очень вкусно, полезно. Помидоры, цукини, пожалуйста, да, можно выложить красиво цукини рулетиками, да, я просто не буду уже потерять время, да, здесь драгоценное. И я сюда вот в этот, то, что у нас испекся, значит, лепешка, да, мы сюда добавляем, значит, добавляем начинку, распределяем ее вот так внутри, да. Это может быть, конечно, там, можно заморочиться и розочками здесь выкладывать. Ну, мы женщины занятые, да, мы работаем, вот, не только готовим еду, еще ухаживаем за мужчинами, за детьми, вот, поэтому и хотим оставаться стройными, красивыми, вот. Поэтому нужно время на себя, и чтобы наше питание было здоровым и таким, значит, вкусным, да, здесь вы можете зеленью, я сейчас посыпать не буду, все, я просто любую начинку, которая вам, значит, здесь в пироге, значит, появилась, здесь в пироге у вас начинка, да, вы просто убираете, запекаете еще на 40-60 минут примерно, примерно, прошу прощения, примерно где-то 40-60 минут 200 градусов в духовке, запекаете, и все, это прекрасно, потом остынет, да, можно сверху украсить зеленью, вот, лучком зеленым, там, микрозеленью можно украсить, и очень удобно потом, брать с собой, брать с собой на, водички сейчас поплю, очень вам потом удобно брать с собой, например, на работу, вот, куда-то еще, все, девочки, рецепты сейчас присоединю, статья с рецептами здесь, скидка 30% до завтра, до 12 ночи действует, вот, поэтому кушайте на здоровье, будьте сытыми, стройными, довольными, красивыми, все, и мужчин на кухню не пускайте, мужчин на кухню не пускайте, все, рецепт, что получилось с кишом, фотки скину сюда, я обычно или видео, или фотки креплю уже готовых, готового рецепта, пользуйтесь, значит, продуктами, магазин чистого питания, все вашего доброго, всех, кого видела сегодня, жду завтра на марафоне, тоже твое идеальное тело, приходите, поработаем, все, все, спасибо, спасибо, все, пока-пока, пока, спасибо, Светлана, да-да-да, да, блины, блины вкусные, вот, блины вкусные, хочется еще кусочек съесть, вот, кусочек, и, конечно же, микрозелень для свежести, и долой авитаминоз, так что будьте бодрыми, веселыми, вот, и не вешайте нос, даже если на вас враги нападают, вот, будьте сильными, дайте им отпор, все, пока, девочки, пока, спасибо, 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 очень приятно, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok